Всем доброе утро, всем привет! Сегодня завтрак у нас намечается в постель. Антон не сильно себя хорошо сегодня чувствует, поэтому будет завтракать в комнате. Вот я ему приготовила уже чайочек. Два тосты. Один тост масла с пашетом, он такой любит. Второй тост сыр Филадельфия и прошутто. Хлеб у нас цельнозерновой, яйца жареные, два ломтика сыра дублинир и поджарила бекончик. Так что пожелайте ему приятного аппетита. Всем доброе утро. Мое утро в кровати, как сказала Лена. Чувствую я себя не очень. Вчера началось на работе такое недомогание. Где-то там горло першило. Ну, легкие такие симптомы. Сказать, что прям тяжелые. Я даже с работы не отпрашивался, потому что симптомы не были столь явные. Где-то там, ну, и плюс работа в движении, оно непонятно, что происходит. Как бы или уставший на работе, или тело перегрето, или холод, который открывает ворота. Вот, ну, пришел домой, была слабость и небольшая температура. 37 или что-то такое. Вот, опять же, кашля нет, цеплей нет. Горло где-то там першит, но стараюсь полоскать. Таблетки, ничего, пока лекарства не принимал. Лежу в постели, постельный режим. Увлажнитель воздуха у меня. Проветривается комната. Пью много воды. Вот, тесты, не знаю, буду сдавать, не буду. Это так, посмотрю по состоянию своему. Вот, ну, пока проведу дома. В кровати. Отлежаться, выздороветь. Потому что надо работать. Надо зарабатывать. Так что будем отдыхать. Скорее всего, из-за того, что вот эти у нас начались резкие холода до минус 40 и постоянно у нас цех открывается, закрывается, ворота, потому что конструкции надо вывозить. И видно из-за этих перепадов температур. Плюс мы распаримся. В цеху, соответственно, жарко. Ворота открываются, соответственно, весь цех промерзает. Вот, и видно из-за этих перепадов просто организм переохладился. Я так думаю. Вот, до этого у нас за день до этого заболело у нас тоже 4 человека дома. Причем в один день. На следующий день не вышли. Симптомы тоже такие слабенькие. Температура. Вот, может из-за того, что прыгание... Прыгание... Изменение температуры, соответственно, на улице из-за резких. Может, тело как бы не успевает адаптироваться, и поэтому проявляет себя такой слабостью. Вот. Ну, в принципе, пока такие новости. Буду лежать, отдыхать. Отходить. Выздоравливать. Хотя сказать, что заболел, еще нет. Ну, будем смотреть. Антона покормила. Себя покормила. Ульяну тоже. Значит, Уляна хочет на десерт горячий шоколад. Мы уже эти бомбочки вам показывали. Вот. Показывали вот этот вид. Ты какой хочешь, Улян? На этот раз. Вот этот. А ну, доставай с коробки. Молочко я хорошо подогрела. Раскрывай. Я беру карамель. Вот здесь написано. Соленая карамель. Солтер карамель. Давай. Как ты думаешь, тебе понравится? Наверное. Попробуем, да? Ну, вот этот синий был смятый, да, вроде? Ух ты. Давай. Нет, синий эмм. Давай. White chocolate. White chocolate. Так, посмотрим. Так, горячее молоко. Бомбочка должна растаять. Да. Да, видите? Раскрывается бомбочка. Придумалишь такое? Вообще. Молодцы. Деткам, наверное, интересно. Интересно? Угу. Может, размешать? А здесь будут маршмеллоу? Да. Везде. Они внутри. Вот они. А, точно. Будешь размешать? Надо? Ну, да. Давай ложку бери. Интересно. Попробуем. А как молоко выглядит, хотя на картинке вот, смотри, коричневый цвет. Все? Размешала? Давай, пробуй. Мне нравится, что оно не сильно сладкое, не приторное. И можно пить. А, не, надо размешать хорошо. Там вообще шоколад осел, смотри. Да. Да. О, мой. В общем, хорошо не растворяется вроде как, но что есть, то есть, да? Тебе нравится? Ну, да. Нормально. Такое интересное, да, сочетание. Да. Ладно? Что? Увидим вас потом. Да. Значит, докладываю обстановку. У нас на часах где-то приблизительно два часа дня. Прошло полдня. Значит, Антону хуже не стало, что есть хорошо. Ломки нет, потому что на работе как бы вроде было. Тело ломило. Вот. В общем, отлежался, отдохнул. хуже ему не становится, поэтому это уже хорошо. Кашель не появился, соплей нет, чисто, чисто слабость. Вот. Ну, так как он сказал, что, скорее всего, это от перехлаждения. Вот. И перепады температуры. Мы чувствуем себя с Ульяной хорошо. Я эту ночь спала в Ульяной комнате с Ульяной. Вот. Его немножко изолировали. он не ходит по дому, ничего не делает, чисто отдыхает, у него релакс, лежит, набирается сил. Ну, я хочу в это верить, что просто, может, поймал слабость вот эту. Вот. Да, Ульяна, что? Ты все? Покажи. Все? Все? Все, отдыхай. Break. Ульяна делает уроки, показывает, что она все сделала, все хорошо, молодец. Пусть берет себе отдых. Вот. На чем я остановилась? Да, я хочу верить, что это просто чистая слабость, может, где-то он переутомился. Вот. Ну, и организм таким образом показывает ему, что надо отдохнуть, отлежаться хорошенько. Я хочу в это верить, что дальше не зайдет. Его болезнь дальше не пойдет. Вот. Лекарства пить он никакие не хочет. Та и незачем, потому что нет таких явных симптомов. Вот. Вот так. Приезжала Антонова мама с ее мужем, то есть бабушка с дедушкой. Бабушка, как всегда, бьет панику. Вот. Привезла Антону гостинцы. Лимоны надо кушать. Не только Антону, а и всем. Вот. Так что будем кушать. Витамин С. Потом куча разных конфет. Хотя горло у него кашля нет. Конфетки от кашля. вот разные. Хотя кашля у него нет, но говорит, что немножко где-то там вдалеке першит. Ну, хай посмотрит. Сосательные конфеты. Потом Ефина С. Я так понимаю, это чай. Вот. То же самое от кашля. Да. И симптомы. И все симптомы связаны с заболеванием. Напоминаю, что кашля нет. Соплей нет. Дальше. Это я не знаю. Антонова мама будет нас смотреть этот ролик. Напишет, что это. Консервированный чеснок. Или маринованный. Я не знаю, что. Но говорит, чтобы он не его ел. Все. Большое спасибо. Понятное дело, вы переживаете. Мы тоже. Но пока на данный на данный момент все хорошо. Болезнь не прогрессирует. Ну и конечно же она не могла нам к нам приехать без чего-то сладенького. очередной тортик. Классно. Сейчас будем чаю отпить. Вот так выглядит тортик. Я так понимаю, это тот самый, что она готовила ранее. с тортиллой, с листьями лаваша. Вот. И сметана. В общем, выглядит активно. Уже хотим попробовать, поэтому выставляю чайник. И будем выбрать торт. Вот с таким подносом хожу к нему в комнату. Вот. Значит, кусочек тортика, чайок. Я уже нарезала лимончик. Еще раз Антону Ломану, спасибо. У нас лимонные закончились, поэтому они привезли нам. Вот. Пусть у него лежат вот эти конфеты возле кровати. Потом вот этот чеснок. Ну, я ему положила и дала даже ложечку. Пусть есть. Я знаю, что дедушка наш такое ест, и он не болеет. это тоже против застуды. Вот. И говорит, что вроде как помогает. Также его сестра с Украины когда-то нам передала такую настойку. То ли это варенье с шишек. Это тоже против застудные. Пусть шишка мягкая. Мы такое тоже впервые попробовали. Вот. Этикетка была, и на этикетке написано против застудные. Вот. Хорошо помогает. Ну что, пожелаем ему приятного аппетита и скорейшего выздоровления. Вышли мы на уличку с Ульяной. Вот. Садись. здесь я... В общем, сейчас едем на Антоновой машине. Едем в торговый центр. Моя машина стоит без бензина. Антон пока не выходил, не разбирался, что там и как там. Вот. С бачком у меня. Напоминаю, что я не могла заправиться, потому что не могла открыть вот этот бачок. Вот. Куда шланг вставляется. Значит, да, хотим сейчас поехать в торговый центр, посмотреть что-то малышки, посмотреть чисто теплые вещи. Вот. Так как я и говорила вчера, что зимние вещи, они здесь рано прячут, выставляют уже летнюю коллекцию, поэтому хочу посмотреть. Надеюсь, что-то куплю. Вот. Антон отдыхает. Пока все без изменений, а мы с Уляной решили покататься сегодня. В общем, мы на месте, Уляна захотела такой коктейль, такой напиток себе заказала. Смотрите, там внизу такие железные из желез шариков сделаны. Называется Bubble Tea со вкусом Matcha Green Tea, да? Matcha зеленый чай. В общем, напоминаю, что мы здесь не можем посидеть, потому что проверяют вакцинированы мы или нет. Ну, а так купить еду можно, конечно же, в торговом центре. Вкусно? Заплатила Уляна за свои деньги 7 долларов. Все. Наш шопинг начинается. Так, в общем, на первые покупки уже сделаны. Были в магазине Carters, купили то, что хотели. Сейчас хотим, планируем вот этот магазин зайти, посмотрим, что здесь есть такого интересного. Так, друзья, после торгового центра приехали в магазин музей, магазин Dreamers. Вот, я здесь отобрала пару вещичек. Вот, свет так плохо падает. В общем, то, что я и искала. Вязаные вещи, красивый костюмчик розового цвета, котоновый материал. такая кофточка очень красивая, к ней идут штаники без носочков. Вот, все котоновое, цена недорогая, 20 долларов на 3 месяца. Вот, я возьму обязательно. потом такой наборчик свитерок собачка вроде как розового цвета, котоновый материал, размер 3-6 месяцев. Но, я посмотрела, не сильно отличается, немного побольше, чем вот этот костюмчик. Вот, просто, мне кажется, это маломерка. И, я возьму такой наборчик, еще тоже 20 долларов. Мне безумно вот этот понравился, безумно. Вот, цвет такой красивый. Это троечка, штаники, кофточка и красивый боди. Есть еще в такой расцветке. Но, меня смущает то, что это не котоновый материал. Мне кажется, это как ангора, но это не ангора, там написано, что это полиэстер, и он быстро-быстро покатается. Так как ребенок лежит просто, то это будет непрактично. Просто красиво этот вариант отпадает. Пока я нашла два наборчика. Наконец-то я дома. На шопинг заняла три часа. В общем, повеселились мы с Ульяной, развеялись. По-прежнему чувствуем себя хорошо. Наш папуля отдохнул от нас, мы от него. не мешали ему, поэтому он в тишине спокойствии спал. Вот, показываю покупки с Картерса. Это тот магазин, первый магазин, в который я зашла и что-то купила. Потом еще заходила в 3-4 магазина детских, вообще не было ничего такого теплого. я специально искала катоновый материал, но вязку. Вот, не флис, ничего такого, чисто натуральные нитки. Вот, значит, такое я хотела купить. Это кофточка на 3 месяца розового цвета, вязка так выглядит с капюшоном. узки есть, очень приятные, чисто стопроцентовый катон, что мне понравилось, скидки не было, но я его решила купить. Цена 20, 19 долларов. Так, это свитерок на 3 месяца. Дальше это подарочек от Ульяны. Такая кофточка, тоже на 3 месяца, 100% хлопок. Это все с картерса. Сначала я взяла эту кофту, мне понравилась цена, была 20, стала за 5 долларов. Ульяна говорит, нет, я хочу подарить, я, я, я. Ну, в общем, понятно, ее подарки это за наш счет, но если она хочет, чтобы это было от нее, значит, так и будет. В общем, она выбрала вот такой свитерок ей, нашей девочки. хороший, белый, не молочный, белый, да, я думаю, это белый. Плохое уже освещение дома, потом я купила, нашла вот такие штучки на голову, повязки, да, тоже клиренс 3 доллара, это супер нормальная цена, адекватная, в общем, красивая рассветка, нежная, серенький, беленький, с блесточками, мне кажется, будет красиво. Вот 3 доллара, да, не могла устоять от цены. Дальше вот такие тапочки, такие-то пули, вязаные, тоже скидки никакой нет, это новая коллекция, 12 долларов, значит, вот эта новая коллекция и вот эта. Цвета немного отличаются, но я не подбирала, чтобы буду сочетать с чем-то другим, наверное. Вот. Отлично. Самое главное, что я хотела в том магазине купить, вот эту штуку. Такой комбинезончик розового цвета, супер приятный, внутри обшивка котоновая. Так, быстро покажу вот эти игрушки. Значит, Ульяна еще решила подарить девочке вот такие игрушки. Это игрушки одеваются на пальчик, на них была скидка, каждые 2 доллара, а цена стоила каждые 2 доллара, оригинальная цена 5 долларов, должно быть 15, отдала купила она за 6, вот, говорю, но ты если хочешь покупать ей такие подарочки, ты будешь играть, она сказала, да, я буду, вообще, ну, понятно, мы бы, наверное, такое не купили, но благодаря Ульяне, вот, так что это ее были подарки, вот эти игрушечки и белая кофточка. Значит, так, по поводу вот этого комбинезона, он цельный, видите, без ножек, вот, ручки тоже закрываются, могут открываться, закрываться, вот, есть здесь змейка, сейчас покажу, в общем, зачем я хотела купить вот этот комбинезончик, кстати, размер только такой был, и есть, то есть ни меньше, ни больше, это чисто для маленьких детей, вот, почему я хотела купить такой комбинезончик, у нас один есть, остался от сыночка, но я хотела, допустим, если я хочу, чтобы ребенок на балконе спал, в коляске, дышал свежим воздухом, и он у меня на руках заснул, она вернее, да, вот, я просто тихонечко беру ребеночка, ложу сюда, не надо засовывать ножки в отдельную штанину, ничего, только с ручками, вот, и аккуратно закрыть, вот, и то можно, можно даже ручки не всовывать, если она будет чисто спать на балконе, вот, плюс, есть здесь кармашек, чтобы мы могли корсит ее садить, видите, здесь отверстие, протягивать ремень, в общем, классно, потому что, если бы не было такого отверстия, мы бы не смогли ее пристегнуть, пристегнуть, ну, если будем ехать куда-то на машине, вот, в общем, мне это нравится, цена 48 долларов, сейчас скидка была минус 25, обошлась она мне 36 долларов, в принципе, неплохо, в общем, это все, что было в картерсе из зимнего, все, что мне понравилось, и, в общем, все, что было, я и взяла, я бы взяла больше, но не было ничего такого, вот, поэтому это первые вещички, которые купили для нашей девочки, так, а вот эти два набора я вам уже показывала, показывала с Винерса, они супер красивые, особенно вот этот костюмчик, да, напоминаю, это тоже хлопок, ножки открыты, нужны будут тут носочки, этот немножечко побольше, здесь месяц три-шесть, но, в принципе, по штаникам не скажешь, вот, значит, такие у нас были покупки, и так, друзья, как вы видели, видите, я немного посвежал, возможно, ну, я так чувствую по своему состоянию, вроде бы улучшается, целый день в кровати, на водяном режиме, водичка, увлажнитель воздуха, приоткрыто окно, свежий воздух, вот, любимая жена за мной ухаживает, спасибо ей, мама приезжала, да, маме спасибо, приезжала, привезла тортик, вкусный, и конфеты от кашля, или как они там, вот, короче, все помогают, всем спасибо, надо быстренько все это преодолеть, побороть, поэтому лучше пока не делать резких движений, лучше два дня полежать, отдохнуть, чем потом неделями выздоравливать, поэтому, тем более, в такой сложившейся ситуации, непонятно, что это, ну, я думаю, простая или слабость тела, или из-за перепадов температуры, просто организм по-своему себя ведет и реагирует, обычно так происходит в весенний период, и с перехода на зиму, когда температуры падают с минус 20 до плюс 5, или с плюс 20 до минус 10, и поэтому возникает такая слабость, вот, заметил я это в последние годы, до этого как бы был молодой, ни о чем не думал, не замечал, а тут оказывается вот так, ну, возможно, и в этот раз опять так же случилось, плюс после отдыха вышли такие смелые, кофты на распашку, а там оп, вот, созванивался я с парнями, которые до меня ушли, значит, у одного из них подтвердился положительный результат, на а-ля ковид, поэтому у второго не знаю, ну, а я как бы пока тесты нет смысла сдавать, потому что симптомов явных вообще нет, то есть, просто слабость, небольшая температура, и все, вот такие вот обновления, всем спасибо за поддержку, очень приятно, и семья у меня вот так вот, быстренько, раз, 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 все, все, все делается, все решается, даже без моего участия, и так, друзья, я в маске, меня покажи, я болею, как гейстер, в смысле, каким способом, из-за того, что у тебя широкая курточка, покажи ее, так, значит, я болею, но это не останавливает нас от разнообразия нашего времяпрепровождения, в маске, наверное, плохо слышно, это так, для защиты окружающих, значит, девочки ездили в Макдональдс, набрали кучу вкусняшек, чтобы скрасить нашу такую вечернюю суету, давайте же посмотрим, что они взяли, вообще, нам попозже прислали вот такой купон, сейчас будем сравнение, будет у нас сравнение, заказали мы два таких бургера, два, ну, Биг Мага, Биг Мага, да, а третий, цена вот эта, а, третий вот этот, с курицей, а с курицей, это тебе? да, да, в общем, воды, кол-колы, фанты, пепси, там не было, поломалась машина, и они предложили молоко в банке, в баночке, Уляна захотела молоко, они кофе, не хот-чоклад не предлагали? хот-чоклад предлагали, предлагали? хот-чоклад не предлагали, они предлагали милк, милк, ну, и ты взяла милк, правильно? а нам водичку, и это хорошо, чтобы холодная коа-кола не спровоцировала еще больше, excuse me, так что все идет по плану, сравниваем, давай, так, достаем, осторожно, пакет, в общем, заплатила я 21 доллар с копейками, макчикен, смотрим, так, сейчас, подожди, давай я выложу все, у нас такой а-ля праздник, самая вкусная картошка, кстати, картошка 3, это с макдональдса, да, это, вот это классика, картошка 3, да, маленькие, да, ну, а я же говорил, на картинке вообще вот так, картинка и коробочка, коробочка, хотя бы, хотя бы, так как картинка, ну, две котлеты, ну, как работает реклама, да, 3 булочки, 2 котлеты, ой, а то что, да, 3 булочки, 2 котлеты, котлеты, 2 бигмака, ну, вот так вот, покоцанная немного, и чикен, о, это мое любое, я люблю с курицей, что я скажу, оно того стоит, вот эти 6 долларов, за мил, а реальная цена, по 11 долларов, за каждое, за, если брать целый мил, вот так, картошка, бургер, и кукол, ну, вот 11 долларов, это не стоит, лучше взять тогда, в других, дикью, карлос, джуниор, бургер кин, ну, во-первых, ночью, еще мама, поэтому, да, друзья, в честь, того, что Антон болеет, у нас такая, бигмак вечеринка, скучно тебе, да, ты целый день смотрю, лежишь, ютуб, ну, ну, так, ну, пожелайте нам приятного аппетита, есть лимоны, есть лимоны, да, лимоны у нас приготовлены, воду пью, отдыхаю, скучаю, ну, в маски хожу, так, ну, все, погнали, да, так мы и прощаемся, правильно? Да, друзья, прощаться на этой бигмаковой ноте, спасибо всем, кто досмотрел до конца, кто нас поддерживает, кто остается с нами, кто желает нам здоровья, всем спасибо, всем пока, всем огромное спасибо, всем пока-пока, всем огромное спасибо, и всем пока, пока-пока,